Праздник творчества и интеллекта В этом году 378 обучающихся 11 классов и 286 обучающихся 9 классов покинут стены своих школ Поэтому всегда в городе перед празднованием последнего звонка проходит торжественное награждение всех детей и педагогов Которые стали призерами победителями республиканских и всероссийских олимпиад школьников по учебным предметам На протяжении уже последних трех лет город Красный Луч занимает призовое место, второе место после города Луганска в олимпиадах по предметам В этом году 7 обучающихся из 42 обучающихся 9-11 классов стали призерами олимпиад Также уже второй год подряд в Луганской народной республике проходит второй этап республиканской олимпиады по педагогике В городе с 1 сентября функционирует 6 педагогических классов на базе школ номер 3, 4, 9, УВК 2, УВК 6 и школы номер 7 Из 40 обучающихся нашего города, 3 обучающих стали победителями-призерами данной олимпиады Сегодня хочется сказать огромные слова благодарности всем обучающимся, которые являются золотым фондом нашего города, нашей молодой республики и всей России И конечно же не было бы таких прекрасных побед без их родителей, без их наставников Торжественную церемонию открыли юные воспитанники дошкольного образовательного учреждения номер 11 Они подарили гостям мероприятие музыкальный патриотический номер С приветственным словом к присутствующим обратился исполняющий обязанности главы администрации города Вы знаете, все что есть в нашей жизни и к чему мы стремимся, это наверное чтобы наши дети жили и в лучших условиях и лучше чем мы сами Поэтому искренне от всей души хочу пожелать вам успеха в вашем творчестве Не бояться себя реализовывать на всех путях, на всех этапах вашей жизни Именно чтобы вы не боялись и пробовали все Для этого и жизнь, для этого и юношество, для этого и вы развиваетесь и учитесь И ваши наставники, ваши учителя, которые находятся рядом, которые помогают Которые благодаря им вы стали призерами Олимпиад Благодаря вашим учителям и наставникам вы становитесь чемпионами спортивных мероприятий Получаете разряды, получаете определенные достижения Поэтому не бойтесь себя реализовывать Удачи вам в ваших начинаниях, всего самого наилучшего География, биология, литература, история Знания по этим предметам принесли ребятам победы в Олимпиадах и заслуженные награды Дипломом Министерства образования и науки Луганской народной республики награждается Скнарин Максим, обучающийся 11 класса Краснолудской школы номер 10, призер регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии. Дипломом Министерства образования и науки Луганской народной республики награждается обучающийся 11 класса учебно-воспитательного комплекса номер 2 Берегиня, Баринова-Татьяна. Дипломом Министерства образования и науки Луганской народной республики Награждается Папченко Виктория, обучающийся 11 класса Вахрушевского учебно-воспитательного комплекса номер 2, дипломом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. Награждается Шорохов Дмитрий, обучающийся 11 класса Петровской школы номер 36, дипломом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. Награждается Портала Марина, обучающийся 11 класса Краснолуцкой гимназии номер 1, обучающийся 9 класса Краснолуцкой гимназии номер 1, призер регионального этапа Олимпиады школьников по биологии. Высоких результатов обучающиеся достигли благодаря своей настойчивости, целеустремленности, упорному труду и, конечно, это заслуга их педагогов. Грамотой Управления образования и администрации города Красный Луч за высокий профессионализм, целеустремленность, неиссякаемый педагогический талант, добросовестный труд в деле воспитания одаренной молодежи и подготовки призера Всероссийской Олимпиады школьников по географии. Награждается Янчук Лариса Лукьяновна, учитель биографии Краснолуцкой гимназии номер 2, грамотой Управления образования награждается Илюхина Елена Леонидовна, учитель биологии Вахтушевского учебно-воспитательного офиса номер 2, грамотой Управления образования награждается Загородка Светлана Анатольевна, учитель литературы Вахтушевского учебно-воспитательного офиса номер 2, грамотой Управления образования награждается Герасенко Ирина Викторовна, учитель географии Петровской школы номер 36, грамотой награждается Анатольевна Авдеева Александровна, учитель биологии Краснолуцкой гимназии номер 1, грамотой награждается Макеева Ангелина Владимировна, учитель истории Краснолуцкой школы номер 9, грамотой награждается Снеговская Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Краснолуцкой школы номер 9, грамотой Управления образования награждается Яцумира Анна Николаевна, учитель гимназии и педагогии предметов, директора по учебно-воспитательной работе Краснолуцкой школы номер 9, грамотой Управления образования награждается Лысова Ирина Петровна, директор и учитель русского языка и литературы Краснолуцкой школы номер 9, также грамотой Луганского государственного педагогического университета Награждается Краснолуцкая школа номер 9 в лице директора Лысова Ирины Петровны в номинации гид-бригады фестиваля педагогических классов про школу, которая заняла по республике первое место Стать лучшим среди сверстников, принести славу своей школе, городу, республике – это настоящая победа для ребят, к этому они стремились и усердно готовились Сегодня я стала призером Олимпиады по биологии. Я участвую уже не первый год, я участвую седьмого класса и мне очень было приятно, что в этом году нас так пышно и добродушно наградили Очень приятно было получить грамоту. Каждая победа для меня очень значимая, я каждый год усердно готовилась к этому, но в одиннадцатом классе особенно старалась победить, занять хорошее место, чтобы хорошо выпуститься Я призер Олимпиады по географии, участвую в Олимпиадах седьмого класса. Не сказал бы, что дается сложно, скажем, надо проявить должное усердие, тогда каждый может получить результат Быть усердным, пожелал бы быть целеустремленным человеком и не бояться испытаний Я призер регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по литературе. Для меня это мероприятие очень важно, поскольку осознавать то, что наш город заботится о людях, которые делают его историю, это очень волнительно и приятно Мне очень нравится то, что у нас молодое поколение подстрекает дальше улучшать свои навыки и работать на благо общества Мне, как призер Олимпиады по литературе, очень интересны гуманитарные науки, я надеюсь, что они, гуманитарные науки впоследствии, станут более популярными и востребованы, поскольку мы, подрастающие поколения, должны заботиться о будущем и работать на благо своей нации Новости телеканала Луч Приближается время летних каникул, любимое и долгожданное время для школьников В этот период у детей появится больше свободного времени Уже сейчас родителям следует задуматься над тем, как ребенок будет проводить досуг, позаботиться о безопасности детей, больше проводить с ними индивидуальных бесед о правилах безопасного поведения В каникулярное время значительно увеличивается риск уличного и бытового травматизма среди детей Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, как лучше распланировать время Организуйте досуг детей, постоянно контролируйте местонахождение ребенка Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения Ребенок должен усвоить, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора Убедившись, что все автомобили остановились Расскажите детям об опасностях пребывания на стройках и в заброшенных зданиях Не допускайте нахождения детей одних на водоемах Закупающимся ребенком должно встись непрерывное наблюдение Не допускайте нахождения совершеннолетних на улице одних в вечернее время Напоминайте об опасностях при нахождении взрывоопасных предметов Доведите правила пожарной безопасности Научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно В летний сезон родители, уезжая на заработки, оставляют детей на посторонних граждан Без оформления соответствующих документов Обращаем ваше внимание, что даже оставляя детей с бабушками и с дедушками Вы оставляете их без присмотра, с нарушением законодательства Российской Федерации Так как лица, на которых вы оставили детей, не несут ответственности за их жизнь и здоровье И не могут быть законными представителями ребенка Подобные случаи можно расценивать как оставление детей без попечения родителей В связи с чем возникает необходимость принятия мер социальной защиты Целью недопущения подобных ситуаций, оставляя ребенка, позаботьтесь об оформлении опеки по заявлению родителей Предусмотрена статья 13 Федерального закона Российской Федерации об опеке и попечительстве Которая оформляется в Управлении по делам семьи детей Администрации города Красный Луч Администрация города Красный Луч на постоянной основе проводится работа по организации оздоровления детей из многодетных семей Из неполных семей, детей инвалидов, детей военнослужащих, детей из семей, в которых один или оба родители являются инвалидами Детей, пострадавших в следствии боевых действий, получивших травму, увечья, потерявших льет и других льготных категорий Государственное учреждение Луганско-народной республики, детское учреждение санаторного типа «Незабудка», которое принимает на бесплатное оздоровление детей в возрасте от 3 до 14 лет В санатории пятиразовое питание работают физиотерапевтические кабинеты, оснащенные современным оборудованием, массажный кабинет, зал, лечебные физкультуры, также организован детский досуг Дети льготной категории в летний период могут оздоровиться в детском учреждении санаторного типа «Незабудка» Специалистам управления по делам семьи детей родителям оказывается всесторонняя помощь в сборе необходимых документов для получения направления в санатории Для получения консультации по всем интересующим вопросам обращайтесь в управление по делам семьи детей администрации города Красный Луч в кабинеты 106, 113 и 114, либо по телефону 20051 и 20052 В праздник последнего звонка и в день защиты детей установлен запрет на продажу алкогольной продукции, об этом говорится на сайте городской администрации С целью обеспечения общественного порядка и безопасности граждан распоряжением администрации Красного Луча 25 мая и 1 июня установлен полный запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией, в том числе пивом, всеми субъектами хозяйствования, независимо от формы собственности За незаконную продажу предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова